Мастер и Маргарита Известно, что во времена Римской Республики Власть Сената или Совета Старейшин Иногда носила безграничный характер С возникновением империи Для сенаторов наступили не слишком хорошие времена Начиная с Октавиана Император Рима носил титул «Принцепс» То есть первый среди сенаторов Римский Сенат От Республики до Империи У нас в гостях историки Владимир Никишин Здравствуйте И Антон Кравенков Здравствуйте Владимир Никишин Выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова Кандидат исторических наук Старший научный сотрудник Исторического факультета МГУ имени Ломоносова Автор статей и публикаций по истории Древнего Рима В том числе разделов по истории Древнего Рима В учебнике «История Древнего мира» И переводов речей Цицерона Антон Короленков Вопускник факультета архивного дела Историк архивного института Российского государственного гуманитарного университета Кандидат исторических наук Старший научный сотрудник философского факультета МГУ имени Ломоносова Автор публикаций по истории Древнего Рима Автор книги «Квинсерторий. Политическая биография» И соавтор книги «Сула» Автор ряда публикаций по историографии Второй мировой войны Ну что ж, мы продолжаем разговор о Древнеримском сенате И сегодня мы поговорим о том переходном периоде, который переживал сенат, когда Рим из Рима Республиканского становился Римом Императорским Давайте поговорим о том, как это было Я думаю, для начала нужно обозначить некоторые тренды Я бы назвал два момента Во-первых, первый век до нашей эры – это время кризиса римской государственности, сенатской республики Время гражданских войн, время смут, анархии И восстание Время, когда сенат теряет власть, теряет авторитет, теряет контроль за ситуацией И раз от раза демонстрирует неспособность решать проблемы, стоящие перед обществом Второй момент – это политическая борьба между двумя, условно говоря, партиями Партиями в кавычках С одной стороны, это сенатская партия, с другой стороны, это партия уличной демократии Или партия плебейской демократии, как будет угодно Эти две силы борются с большим или меньшим успехом на протяжении всего столетия Но в результате… Это вот те самые оптиматы Оптиматы и популяры, да, термин «серон» Я думаю, мы потом об этом подробнее поговорим Просто вот, чтобы обозначить какую-то тенденцию Я сейчас, в общем и целом, пытаюсь охарактеризовать ситуацию Так вот, ни одна из этих сил не победила По той причине, что ни сенатской партии, ни партии популяров Или уличной демократии не удалось, на мой взгляд, предложить обществу Никакой конструктивной программы В результате появилась третья сила – армия Которая в конечном счете и привела к власти сильную личность Я имею в виду Октавиана Августа Процесс завершился установлением диктатуры Сенатская республика умерла Ей на смену пришла военная диктатура Интересно, что уже древние считали, что это был вполне закономерный, даже спасительный процесс И никто из древних историков всерьез не считал, что это какая-то катастрофа была Более того, единовластие было спасительно Приход к власти одного человека был запрограммирован исторически И воспринимался современниками во многом как благо Другое дело – эксцессы, которые имели место быть Дело в том, что внутри самой Сенатской партии тоже не было единства Потому что Сенат не был едином Им управляло где-то 20-25 человек, бывших консулов Или как их в Риме называли консуляры А остальная часть Сената им, как правило, подчинялась Но опять-таки, когда мы говорим «знать» или «нобилитет» Там надо иметь в виду, что она тоже была нескольких уровней Те, кто на коне был сейчас, и те, кто на коне был раньше, так сказать Захудалые фамилии, выражаясь древнерусским языком И вот один из таких полководцев Сула, который сумел возвысить свою фамилию После долгого периода упадка, о котором мы говорили в прошлый раз Установил новую систему, когда вернул Сенату полномочия, которых он давно уже не имел То есть он сократил полномочия консулов, которые теперь должны были находиться в городе А проконсулы командовать войсками Он вернул Сенату суды, которые у них отнял плебейские трибуны Гайграха То есть, казалось бы, вообще вернул положение чуть ли не в дограканский период Плебейские трибуны, которые раньше устраивали постоянные смуты Были лишены почти всех прав, кроме права оказания помощи отдельным гражданам Но эта система продержалась недолго Луций Корнелий Сула Римский полководец, консул в 88-м и 80-м году до нашей эры В 85-м году до нашей эры одержал победу над царем понтийского царства Битридадом VI Победив других римских полководцев, в гражданской войне стал диктатором Правителем с неограниченной властью Сула проводил массовые репрессии В 79-м году до нашей эры сложил себя полномочия Но сохранил влияние на политическую жизнь Рима Первоначально, когда Сула в 78-м году до нашей эры почил То в Сенате группа его приверженцев руководила Самым выдающимся и авторитетным из них был квинт Лутаций Катл Которому было поручено восстановить сгоревший во время гражданской войны В 83-м году храм Юпитера Капитолийского Поэтому и сам Катл носил такое прозвище Капитолийский Или на латинский лад Капитолин Были и другие Лукул, Курион Об их роли известно меньше Но вот видно, что это были люди принципиальные Те, которые считали, что Сенат это соль земли И они готовы были насмерть стоять за это власть И поступаться иногда какими-то личными интересами Но это была очень узкая группа И понятно, что долго она не могла руководить Тем более, что не успел Сула умереть Уже в 80-м году в Испании начинается восстание Сертории Одного из бывших участников антисуланской группировки Он сумел избежать репрессий И побегов по западному Средиземноморью Половину где-то Испании захватил Когда он еще не был разбит В 78-м году один из консулов этого года Лепет поднял восстание Причем он его даже не сам поднял Ему было поручено подавить восстание Поднятое против суланских ветеранов Местными жителями, у которых отняли землю в Атрурии Он отправился его подавлять и к ним присоединился И вот Катул, который тоже был консулом 68-го года С ним сразился аж на Марсовом поле Разбил его А в северных районах Атарии борьбу с восставшими Вел молодой Помпей, будущий противник Цезаря Будущий триумфатор дважды А один триумф он уже до этого справил Итого трижды Ну вот, и Помпей после победы над лепеданцами Возьми да и откажись сложить полномочия Он и армию-то набрал, в общем, не совсем законно Что называется, по собственной инициативе А Катул ему велел распустить А Помпей как-то так взял и не распустил Сенат оказался в дурацком положении Чего делать непонятно Заставить распустить не может А позволить тоже неудобно Но тогда его отправили в Испанию воевать с Серторием И как бы сенат сохранил лицо Причем его уже можно было отправить и с пропреторскими полномочиями А отправили с проконсульскими Когда его отправляли, то один из сенаторов, Филипп, сказал, что мы его отправим не вместо консула, а вместо консулов Давая понять, что он презирает обоих консулов Гней Помпей Магн, великий Римский полководец, политический и государственный деятель В начале карьеры сторонник Суллы Участвовал в гражданской войне на его стороне А затем в подавлении восстаний Лепеда, Сертория и Спартака С 66 года до н.э. командовал римскими войсками В войне против властителей царства Понт Митридады VI Которая закончилась победой римлян После отказа Сената утвердить его мероприятие на Востоке и наделить его солдат землей В 60-м году до н.э. Гней Помпей вошел в соглашение с Красом и Цезарем После распада этого триумберата в 53-м году до н.э. из-за гибели Краса и начала гражданской войны Воевал против Цезаря В 48-м победил его близ города Деррахия на Адриатическом море Но затем был сам разбит Цезарем при Фарсале Убит в Египте, где искал убежище Любейские трибуны требовали восстановления своих прав И дело в том, что их не только лишили прав, но и запретили занимать какие-либо должности после трибунской То есть карьеру таких людей быть не могло Понятно, что многие молодые нобели, которые хотели бы сделать карьеру В том числе и через трибунат, угождая народу разными удобными предложениями Они были недовольны и под напором различных политических сил Сенат наконец отменил в 75-м году этот запрет Теперь трибуны могли занимать должности любые после этого Ну вот, и постепенно было подавлено Сертарианское восстание к 71-му году И Спартаковское Но Сенату, как говорится, приходилось пятиться Восстановили хлебные раздачи для народа, которые отменил Сулу Не задаром, конечно, дотационные, но тем не менее Не по рыночным ценам А в 70-м году, когда все эти восстания и в Испании, и в Италии были подавлены Консулами стали Помпей и Крас Помпей как победитель, один из победителей Сертория А Крас как победитель Спартака Марк Лицыний Крас, римский полководец и политический деятель Носил прозвище Дивит, богач Происходил из древнего патрицианского рода В 83-м году до нашей эры Крас вступил в армию Суллы И принял участие в сражениях гражданской войны Во время диктатуры Суллы составил себе огромное состояние Став богатейшим человеком в Риме Был избран претором и возглавил армию, боровшуюся против Спартака Одержав над ним победу, весной 71-го года Крас вернулся в Рим и был избран консулом Его политическому успеху мешала вражда с Гнеем Помпеем В 60-м году Юлий Цезарь их примирил В 55-м году до нашей эры Крас вновь был избран консулом В качестве провинции ему досталась Сирия, где он хотел начать войну с Парфяным В 54-м году Крас переправился через Ефрат и занял ряд городов Месопотамии Возобновив наступление, в 53-м Крас потерпел поражение при Карах и погиб Они стали консулами, вот эти двое Помпеи и Красы Провели реформы, у Сената опять отняли суды То есть не отняли, а треть сенаторов Партон, треть судей это сенаторы Треть это представители сословия всадников И треть рарных трибунов Еще одно сословие Сенат, конечно, контроль над судами утратил Причем даже Катал признавал, что сенатские суды судят из рук вон плохо И нужны перемены Если уж он признал то, что было говорить о других Была восстановлена цензура, которую Сул в общем как бы и не отменял Но и цензоры не избирались, хотя каждые пять лет положено Цензоры, как известно, должны были проводить перепись населения Вот наконец-то была перепись населения проведена Она означала также пересмотр списков сената И около 70 сенаторов были из списка вычеркнуты В том числе и люди достаточно видные Скажем, Лентул Сура, который открыто признавал Согласно легенде, что он подкупил судей во время некоего процесса Антоний, Гай Антоний Гибриды, который во время сулланских игр Лично правил упряжкой, что вообще считалось неприличным То есть выгоняли даже не столько за политические взгляды Сколько, что называется, за неприличие Но это тоже политика И в день неподобающие сенаты Да, это тоже в общем-то вопрос политики И после этого наступила определенная равновесие Власть безраздельной сулландской олигархии пала Но люди, которых он выдвинул, продолжали занимать власть И они, и их выдвиженцы И вот где-то до заговора Кателина Это определенная равновесие сохранялось Я думаю, что сулланская олигархия не была как таковой То есть режим держался на авторитете одного человека Его бояли, да, конечно Харизма, есть такое понятие харизма Вот сулла, как мне кажется Был такой харизматической личностью Который вел за собой Увлекал, который заставлял себя уважать и бояться А после его смерти все расползлось очень быстро И посмотрите, в чем заключается пикантность ситуации В 70-м году, то есть спустя 8 лет после кончины суллы Его конституцию, то есть дело всей его жизни Ликвидировали его бывшие соратники Или, по крайней мере, при их молчаливом согласии Помпей и Крас Одним из сулландцев был и Кателина Такой черный стереотип римской истории Который вошел в мировую историю Как организатор заговора Кателина Вообще историки даже два заговора насчитывают Первый, правда, менее известен О нем практически ничего мы не знаем Об этом первый заговор Какой-то он был странный И был ли он неясно Какие-то глухие упоминания остались По сути были только намерения Как такового заговора не было Были какие-то невнятные намерения Касавшиеся захвата власти Кателине и всем остальным Очень хотелось повторить времена суллы Времена проскрипции, то есть террора Когда существовали возможности легкой наживы Кто такой был Кателина? Луций Сергий Кателина Нобель То есть человек знатный Который вполне мог претендовать На высшие должности в государстве Он и претендовал, кстати, вполне легально Четырежды Он выставлял свою кандидатуру Кандидатуру Заметь, вот это очень важно В связи с тем, что будет дальше сказано Он пытался действовать легально По сути до конца Что он там себе думал Мы не знаем, действительно ли он собирался Переворот осуществить или нет Во всяком случае Вплоть до октября 63-го года до нашей эры Он действовал абсолютно легально Выставляя свою кандидатуру На выборах в консул Другое дело, что его так и не избрали Но даже когда он поднял открытый мятеж Тем не менее, он все-таки Хотя и самозванно Но украсил себя инсигниями То есть знаками консульского достоинства Вот такая немножко забавная попытка Даже нарушив закон Его соблюсти Это особенность, мне кажется, вообще Римских революционеров Которые старались действовать Максимально консервативно Так вот, о Кателине В наших источниках рассказываются Бог знает какие ужасы За ним закрепилась репутация авантюриста О нем историки, древние историки, я имею в виду Рассказывали, что он убил якобы Собственного сына Убил брата И все из-за страсти к наживе Короче говоря, сложился черный стереотип Ну, наверное, не без оснований Потому что, когда он был проприетером в Африке И вернулся Да, пограбил Он там пограбил, но доказать, как всегда Да, при этом Цицерон готов был его защищать На тот момент Дело-то в том, что грабили все И в Риме это считалось нормально Потому что провинции, они по сути были вне закона Это были юридические собственности римского народа Про эти популяромания Имение римского народа То есть там можно было делать все, что угодно Поэтому, в общем-то, на это все смотреть сквозь пальцы Другое дело, что провинциалы могли нажаловаться Что в данном случае и случилось Но, тем не менее Началась полоса неудач Вот после того, как Кателина прибыл из Африки Начинается для него полоса неудач В 64-м году до нашей эры состоялись очередные выборы И у Кателины были все шансы стать консулом Однако по Риму распространились слухи о грядущем перевороте Произошла утечка информации, как это часто бывает И зажиточные люди города, элита, всадники, сенаторы Напугались перспективы То есть речь шла о резне Правда это была или нет? Важно, что говорили А там люди проверили Да, слухи сыграли свою роль И Кателину забаллотировали В третий раз А в консулы прошел человек в каком-то смысле неожиданный Цицерон, о котором мы уже говорили Он был выскочкой У него было мало шансов стать консулом В условиях засилия знати Однако вот в такой патовой ситуации Когда Кателина себя скомпрометировал На Цицерона сделали ставку оптиматы Порядочные люди То есть это прежде всего сенатская партия Те люди, которые выступали за стабильность Которым не нужны были потрясения Им нужен был Великий Рим И не нужны великие потрясения И таким образом Цицерон стал консулом Короче говоря, до Цицерона слухи дошли о том Что действительно Кателина собирается осуществить переворот Но вот эта ситуация тлела Ни шатка, ни валка все это тянулось Потому что на одних слухах Дело не построишь Процесса судебного не организуешь И все это продолжалось вплоть до октября До самого октября 63-го года Когда происходили отложенные многократно По причине растущей анархии Из-за свалок на форуме Выборы Консульские выборы Ситуация была такова, что на эти выборы Действующий консул явился в панцире И Марсово поле, где происходило голосование Было цеплено войсками То есть ситуация была наколена Весьма и весьма Марсово поле В Древнем Риме Обширная низменность на левом берегу Тибра За городской чертой Где проходили народные собрания Название Марсово поле получило в честь бога войны Марса Так как здесь с началом эпохи республики Устраивались военные смотры Состязания И находился алтарь Марса Тут надо заметить Что Цицерон, поскольку он артист Как адвокат и оратор Он, конечно, не без эпатажа и демонстрации Это сделал Настолько ли была велика опасность Вопрос сложный Но важно, как изобразить Он подал дело так Ну, в общем, короче говоря Кателину прокатили в очередной раз Он и решил Перейти к действиям От слов к делу Вот А дальше События развиваются по нарастающей Потому что Цицерон получил донос о том Что на него готовится покушение Один из людей Кателина Должен был Явившись с утренним приветствием В дом Цицерона Убить Даже консула И тогда Цицерон Несмотря на то, что он был большой перестраховщик И, в общем-то, человек трусоватый По правде говоря Но он должен был Взять Быка за рога Надо было как-то Разрулить эту ситуацию И 8 ноября 63-го года До нашей эры Цицерон Созывает заседание Сената И произносит Свою знаменитую Первую речь Против Кателины Именно Кателинам Урацию Прима Которую студенты Учат на первом курсе На историческом факультете Вот тогда-то И прозвучали Знаменитые слова Квоускве тандем Абутера Кателина Пациенция ностра Да, коли, наконец, у Кателина Ты будешь Злоупотреблять Нашим терпением Причем, что интересно Кателина явился На заседании Сената Этот Вождь Условно говоря Плебейской демократии Темная личность Он был сенатором Не будем забывать Да? Троянским конем В Сенате На него смотрели Как на зачумленного Его боялись Он сидел отдельно И тем не менее Он же явился И Цицерон Возмущался В своей речи По этому поводу Значит, этот негодяй Осмелился явиться Все Сенат знает Консул видит А этот еще жив Да Гик там он видит Да, и он говорит Что он сидит И выбирает нас Глазами Предназначает Для убийства и резни На самом деле Эта речь Конечно, очень забавная Если так трезво На нее посмотреть Видно, что Цицерон из шкуры Вон лезет Доказать, что Кателина виновата Видно, что у него Ни одного доказательства Он открыто расписывается У собственной трусости И слабоволей Говоря, что дело У нас все есть И решение Сената И твоя виновность Все дело в нас, консулов И говорит, что Я тебя казню только тогда Когда не найдется никого Кто бы тебя защитил То есть Это вообще откровенно Расписаться Потому что ты слабак Но ничего Это были слова Слова, слова, слова Блеф Самый настоящий блеф Предъявить Кателине Было нечего И Кателина сам помог Собственно Своим врагам Потеряв присутствие духа Как пишет Солюс Он выбежал из храма Где происходило заседание И посулил Тот пожар Который Разжигают враги Потушить развалинами То есть Речь шла О развальных Рима Тем же вечером Он, собравши Своих соратников Заговорщиков Объявил Что едет В Этрурию Чтобы возглавить Два легиона Которые там уже Были собраны Манлием А в Риме Его сообщники Должны были Перейти к активным действиям Захватить город Захватить власть Вот Кателина Кателина Скажем так Был оставлен на хозяйстве Пришло в голову Вовлечь В заговор Гальское племя Алобрагов Галлы как раз Прислали посольство В Рим Они жаловались На самоуправство Наместников Они привезли Челобитную В Сенат Чтобы с их проблемами Разобрались И вот Лентул Не нашел ничего лучшего Как попытаться Втравить В заговор Галлов Галлы Все это Выслушали И прикинули Что лучше Им выгоднее Сдать Лентулу Сенату Чем поучаствовать В этом сомнительном Предприятии Они оповесили Большим Сенат уже есть А этих еще Показали Конечно И невозможно Приехали Лучше Показать И невозможно Что То есть Невозможно Заранее сказать Что там выйдет И выйдет ли вообще Что из этой Сей затеи Короче Сдали Сдали Лентула Да Они предварительно Как умные люди Заручились компроматом То есть Они получили письма Лентул Был настолько безрассуден Что снабдил их Еще и письмами За собственной печатью Которые Изобличали Всех Всю эту компанию Ну и 3 декабря Посольства Арестовывают На Мульвийском мосту При выезде Из Рима Арестовывают Немедленно Заговорщиков 5 человек Остальные Разбежались Значит Лентул Статилии Габинии Цетек И некто Цепарий Вот Их посадили Под домашний арест А дальше Нужно было Решать Их участь Цицерон Попал В ситуацию Неприятную Потому что Ему нужно было Принимать решение Ему нужно было Брать ответственность На себя Дело в том Что Согласно Обычаю И Закону Нельзя было Решать Судьбу Римских граждан Без апелляции К народному собранию Только народ Имел право решать Казнить Или миловать И вообще Открытый суд Над ними проводить Боялись Даже открытого суда Не было Сенат Исходя из Объявленного Чрезвычайного положения Сенату С консультом Ультимум Сам их приговорил А все Сенаты С консультом Ультимум Они все были На полузаконном положении Их в общем-то Далеко Не каждый признавал В общем-то Узурпация власти была Да Так вот Когда решался вопрос Об их участи Первоначально В общем-то Сенаторы Колебались Правда Поначалу Вновь избранный Консул Силан заявил Что он за высшую меру Потом Выступил Цезарь В то время Ему уже было Около 40 лет Он правда Еще не сделал Видные Политические карьеры Но уже был избран Претром На будущий год И Цезарь Произнес Очень ловкую речь В которой Он попытался Спасти Екатеринарцев Он Предложил Их Разослать По муниципиям По окрестным городам И Короче Дать им Пожизненный срок Пожизненное заключение Но Живых оставить С конфискацией имущества Однако Затем Выступает Лидер Сенатской партии Катон-Младший С яркой Речью И довольно жестко Требует Смертной казни И вот Это мнение Переломило Настроение Сенаторов Тут же Силан снова Взял слово И заявил Что под высшей мерой Он имел Ввиду Как раз Смертную казнь Вернее так Он сам запутался В том Чего хотел Сначала Он выступал За смертную казнь Потом он заявил Что солидарен С Сезарем И под высшей мерой Имел ввиду Как раз Пожизненное заключение В общем Короче говоря Тут явно Просматривался Недостаток Политической воли Колебался Цицерон Колебались остальные И только По сути Один человек Переломил ситуацию Катон Он потребовал Для врагов народа Смерти Смертной казни Марк Порций Катон-младший Политический деятель Древнего Рима Активный И последовательный Защитник Республиканских Порядков Катон-младший Участвовал В подавлении Восстания Спартака В 63-м году До нашей эры Категорически Настаивал На казни Сторонников Заговорщика Луция Сергия Кателина Катон-младший Был противником Юлии Цезаря Против которого Написал Два памфлета В годы Гражданской войны Катон был Сторонником Гнея Помпея После поражения Помпея При Фарсале В 48-м году До нашей эры Возглавил Сопротивление Цезарю В Африке Катон-младший Покончил Жизненным убийством После победы Цезаря При Тапсе В 46-м году До нашей эры Был принято Постановление О казни И 5-го декабря В ночь Всех пятерых Отвели в тюрьму И там Палач их задушил После этого Цесарон пошел На форум И провозгласил Там свое знаменитое Вексеронт Они отжили Приказали долго жить По-русски говоря И тогда Его и Почтили Званием Отца Отечества Спасителем Республики Он с триумфом Вернулся Домой Потому что Ему приписали Все лавры Так же как Через 20 лет Он Должен был Принять на себя И всю ответственность За эту историю Казнь Бессуда Римских граждан И Как мы знаем Она стоила ему жизни Цесарон Был убит По приговору Он был Объявлен Вне закона Именно Вот Из-за того Что Дал санкцию На казнь Бессуда Римских граждан А что касается Кателина Кателина Во главе Мятежных легионов Решил Двинуться На Рим Но ему Навстречу Уже Двинулась Консульская армия Во главе Все с тем же Антонием Гибридой Бывшим соратником Кателина Который Сказался больным Ему как-то неудобно Он был в такой ситуации Руководить войском Вместо него Легат руководил Последовало сражение При Пистории В самом начале 62-го года До нашей эры В этом сражении Кателина Геройски Бился В первых рядах И погиб Смертью солдат Не успели С Кателиной покончить Возникла проблема Помпея Который Получив огромные Полномочия Сначала Одолел Пиратов В 66-м Годов Выступил Против Митридата Войну Успешно Закончил Но У него Было много Недоброжелателей В Сенате Считали Что он Слишком Возвысится Триумф Ему дали отпраздновать Но когда встал вопрос А вот он решение Принимал на Востоке Когда имел дело С местной общиной Утверждать Не утверждать И Лукул Тоже полководец Соперник У которого Помпей Перенял командование На Востоке Сказал Давайте утверждать Все решение По одному То есть это можно До греческих колен Было утверждать И вот в этой ситуации Когда Помпей Повал в дурацкое положение Он хотел воинам Своим землю дать Тоже в общем вопрос Завис в воздухе Появляется Цезарь Который Был ловким Политиканом Он объединил И Помпея Как самого Прославленного Полководца Краса Как самый большой Кошелек Рима И себя Как самого Ловкого политикана И возникла ситуация Которую назвали Первым Триумвератом И они быстро Протолкнули Цезаря В консулы Причем Цезарь ради этого Отказался От триумфа Потому что Он в Испании Немножко покомандовал Мог претендовать На триумф Но не мог тогда Участвовать в выборах Потому что Участвовать в выборах Можно только будучи в Риме А триумфатор Должен ждать за пределами И вот Цезарь стал консулом И взялся за дело Засучив рукава Пригласил местные Римские банды Которые там Просто в народном собрании Заставляли замолчать Неугодных Катону Когда попытались Нечто вроде Клокеров наоборот Как минимум Да Ну так очень мягко Например Катон Когда пытался там Возражать ему на голову Вывалили корзину с навозом Вот Коллега Цезарь по консулату Биббл Все время издавал Эдикты Отменявшие решения Цезаря Но его никто не слушал И были решения Удобные для красы Цезаря и Помпея Проведены В частности воины Помпея получили Землю Многие Выгодные финансовые решения По откупам Были приняты Которые были выгодны И красу И Цезарю Ну а главное Цезарь уехал Воевать в Галлию Но тут возник новый персонаж Клодий Который был избран Плебийским трибуном На 58-й год И хотя он обещал Цицерону Ничего плохого не делать Как только Стал Трибуном Немедленно Издал закон о том Что кто виновен В казни римских граждан Без суда То должен быть наказан Цицерон страшно Перепугался Не хватило у него Духу Вести себя Солидно Достойно И он стал бегать По Риму Кричать Что это против него Здесь надо немножко Вернуться назад Чтобы объяснить Почему Клодий Возымел такой зуб На Цицерону Что он ему сделал Такого плохого Вообще Клодий Он был тогда Совсем еще Юным Парнишкой Вот Но Авантюристический дух В нем был весьма крепок То есть это был второй После Катерины Вождь плебейской демократии Вождь такой достаточно сильный Лидер Ну там Насколько он был Харизматическим лидером Можно спорить Во всяком случае Он был ловкий политикан Интриган И вообще человек Готовый на все Авантюрист И вот В 62 году До нашей эры Произошла такая история Цезарь Был Претором То есть человеком В руках у которого Были судебные полномочия Вообще Это пост Довольно Значимый Следующий Только Консульский В Риме Праздновался Тогда праздник Праздник Доброй богини Бонаде Это был Такой сугубо Женский Закрытый Домашний праздник Согласно Старинному обычаю Из дома Выгоняли Всех мужчин На время Только Женщины Могли Отмечать Этот праздник Так вот Клодий Переодевшись В женское платье Проник В дом Цезаря Где Праздником Руководила Жена Цезаря Помпея Якобы Для того Чтобы встретиться С ним Будто Было назначено Любовное свидание Толком Никто 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 Ничего Не доказал Вроде бы И мы узнали Но это так Да Во всяком случае Скандал был жуткий Потому что Его разоблачили Это было святотатство Да Это было святотатство Не столько за безнравство Несколько за преступление Против богов В том-то и дело Да Его должны были судить По обычаю предков То есть Претор В данном случае Цезарь Должен был назначить Судей Но Неожиданно В народном собрании Был решен вопрос О том что Процесс Будет проходить В обычном трибунале То есть Сенатская партия Сенатор Большинство сенаторов Конечно Были заинтересованы В том чтобы Отщепенца Наказать Ведь он же Нобель По происхождению Он был усыновлен Плебеем Чтобы получить возможность Стать трибуном По закону Продвигаться по политическому Конечно То есть Отщепенец В общем-то Он Действовал против Своих собратьев По сословию Да Вот И Многие хотели С ним разделся Таким образом Но Неожиданно Нашла коса на камень Это пример того Что сенат терял Терял Контроль И возможности Воздействовать На ситуацию В собрании Поскольку Клодий был Весьма популярен В народе Было принято решение О том что Обычные трибуналы Это совсем другое дело Там присяжные были А присяжных Можно было уговорить Убедить Что и произошло Присяжные Большинством голосов Оправдали Клодия Причем Во время этого процесса Лукавый попутал Лукавый попутал Черт Дернул Цицерона Дать показания Против Клодия Его подзуживала Жена Теренция Которая Ревновала Мужа К одной Сестер Клодия Тут вот такая Запутанная ситуация Короче Цицерон Дал убийственные Показания Против Клодия Клодий Врал Что его в тот день Вообще в городе Не было А Цицерон Заявил Что Клодий К нему заходил В тот день И Клодию Пришлось бы туго Но присяжные Были на его стороне Народ был за него Клодия оправдали Однако Он решил Цицерону Отомстить Кстати Цезарь все равно Развелся Со своей женой А когда у него Спросили Почему он это сделал Он произнес Свою знаменитую Жена Цезаря Должна быть Вне подозрений Вот И у Клодия Скоро представилась Такая возможность Чтобы отомстить Цицерон Свести счеты с ним И в 58 году До нашей эры Он проводит В комиссиях Решение О наказании Тех Кто повинен В казни Бессуда римских граждан И затем Следующий закон Который Уже непосредственно Против Цицерона Обращен Принимается И Цицерон Вынужден удалиться В изгнание Практически на целый год Только в 57 году До нашей эры Он вернулся И нечего и говорить Что Клодий После этого Был смертельным Врагом Цицерона До самого конца 54-й, 53-й, 52-й год до нашей эры Это пик анархии В Риме Из-за беспорядков Даже не могут Избрать магистратов Консулов Не могут год избрать Власти нет Сенат Уже Не управляет Ничем А кто же управляет? Уличные Банды Клодий И Милон Собрали Отряды Авантюристов Прохвостов Бандитов Разбойников Там были рабы Гладиаторы Беглые преступники Разбойники Кого там только не было И вот эти банды Терроризировали Рим До чего дел доходило? Вот я вам только один пример приведу Когда решался вопрос О возвращении Цицерона Из изгнания На форуме возникла потасовка Которая переросла в резню И брат Цицерон Как мы узнаем из переписки Квинт Чтобы спастись Был вынужден упасть Ничком на землю Притвориться мертвым Его трупами завалило Он вечером только выбрался И такие ситуации Они происходили довольно часто И вот Еще бог знает Сколько бы это все длилось Но в январе 52-го года До нашей эры Произошла Судьбоносная встреча На дороге Апиево дорога Древнейшая дорога Знаменитая И вот Две процессии Значит Клодий возвращается в Рим Из гостей Верху С двумя приятелями С ним 30 Слуг Сопровождения А навстречу Двигается Милон В носилках И за ним 300 человек Кто-то там Кому-то сказал Что-то обидное Перебранка Потасовка Драка Кто-то ударил Клодия в спину Кинжалом Его перенесли В таверну И тут Милон понял Что это подходящий момент Чтобы избавиться От врага Он приказал взять Таверну штурмом И прикончить Клодия Клодия оттащили Зал заседания Сената В Курию И спалили труп Вместе с Курией В этой ситуации Анархии Чтобы спасти положение Лидер сенатской партии Катон Вместе со своим зятем Бибулом Решили сделать Такой ход Канем Предложили Ввести Досели Неслыханную должность Консул Синоколлега То есть Консул без коллеги Это была Фактически Диктатура Но Катон Решил Что Это Нарушение Закона Спасет Республику Поэтому Помпей Стал Консулом Без коллеги На полгода Почти на полгода Но потом Он провел Выборы Человека Назначили Металлосцепиона Ну вот Выборы После этого Проходили уже Срок Не то что прежде Определенный Порядок Какой-то был То есть Полгода Консул Без коллеги Было достаточно Чтобы навести Хоть какой-то Порядок Нет Важно Что он решился Что он не узурпировал Власть совсем Вот Что Когда назначали Помпея Знали Что он не решится На узурпацию Власти Вот И Были Под суд Осуждены Некоторые лица Обвиненные В подкупе Там уже Но по крайней мере Вот видимость Порядка была создана И Кроме того То есть Люди Вокруг Помпея Собирались В Сенате Потому что На повестке дня Стал вопрос О возвращении Цезаря из Галии А он хотел Разумеется Вернуться Где он успешно Очень действовал Практически В Сенате До Да Как раз В 52 году Было величайшее Восстание Цезарю Меньше чем За год Подавил Ну вот А вернувшись Он конечно Мечтал о новом Консулате Причем Надо было вернуться Так Чтобы сразу Стать консулом Потому что Иначе бы он попал Под суд Когда он Клятвенно заявил Что отдаст его Под суд За безобразие Во время Консулата 59 года А ему сказали Нет Ты возвращайся Участвуй В выборах На общих основаниях Цезарь страшно Обиделся Сказал Что его Оскорбили Честь Достоинство Хотя на самом деле Это было все В рамках закона И как известно В общем Да Сенат решил так Что вот Помпей Внутри городской черты Он должен распустить войска И Цезарь Проголосал за это 370 человек Против 22 Но Консул Марцелл Добился Что это решение Как-то Оно Проголосовать Проголосовали Оформить Оно повисло В воздухе Оно не приобрело Законной силы И это Дало основание Цезарю Среди прочего Говорить о том Что правит Кучка Пауки Как говорят По латыни Немногие Фактио По укорам Клика Немногих Вот И Как говорится Дальше Больше В общем Он придрался К тому Что три Народных трибуна В том числе И Антоний Бежали из Рима Говоря будто бы Им угрожает Какая-то опасность Он сказал Что ради защиты Трибунов И вообще Того Что Республикин Который Который Руководит Вот эта вот Клика Он Перешел Через Рубикон В январе 49-го года И Сенаторы Как-то растерялись Одни сбежали С Помпеем А другие Махнув рукой Спокойно Приветствовали Цезаря Когда он Вошел в Рим После короткой Компании Что вроде бы Цезарь пришел К власти Он все Никто ему Перечить не мог Ну перечить можно было Он никого За это вроде не убивал На поле боя Конечно Взятых Плен сенаторов Чем дальше Тем больше Уже Начинали резать Поначалу прощали Но чем ближе К концу Гражданской войны Тем меньше Цезарь их миловал Это вот это самое Когда пришел Увидел Эта война была Пришел увидел Победил С внешним царем А тут да Он жребий бросил Поначалу Он взятых в плен Сенаторов Щадил Он говорил Я не сула Я открыл новый способ Побеждать милосердием Но это Как говорить Поначалу Там Уже в Африке В Испании Он действовал жестче В 46-45 годах Но дело даже не в этом А в том что Он Казалось бы Был безраздельный Властитель И вот этот слабый Униженный сенат Который Уже мало на что влиял Цезарь Рассылал просто Кого хочет видеть Избранными На должности И все Вот И они взяли его И зарезали Все сенаторы Дали клятву Его защищать Если ему будет Угрожать опасность И когда Вот Брут Касси Еще группа сенаторов На глазах у других Его резали Никто и пальцем Не пошевелил Чтобы спасти То есть Все оказалось Не так просто И Август потом Из этого Сделает выводы Сенат Он давно Уже стал Таким вот Болотом А потом Повели они себя Как болото Но тем не менее Это болото Утопило Лидеры Сенатские Они же Использовали Двойные стандарты По сути Это так и называется Политика двойных стандартов Вот тот же самый Катон младший Который с подкупами боролся Потому что это же было Страшное бедствие Римских выборов Честных выборов не было Сплошные Подкупы Дело дошло до того Что в 54 году До нашей эры Два кандидата в трибуны Дали по полмиллиона Сестерция в Катону Чтобы тот играл Роль смотрящего То есть если кто-то Будет улечен В каких-то махинациях Он же будет наказан Деньгами Вот еще дело дошло И вместе с тем Катон Когда доходило до дела Вот скажем Избрали двух консулов Селан и Мурену В результате подкупа Однако в суд Катон потащил только одного Селан был его зятем Вот в чем дело Или скажем Значит другой его зять Бибул Которого он Всячески продвигал Во власти Или вот эта ситуация 50-го года Когда явное было Нарушение закона 3070 человек Сенаторов Проголосовало За принятие Предложения Трибуны Куриона Однако Все это заседание Свернули Потому что Лидеры сенатской аристократии Сенатской партии Вернее Считали что Нужно спасать сенат Вопреки ему самому То есть Собственно Сенат превратился В какое-то Игралище Чужой воли Игралище Судьбы И Действовать такими Методами Конечно Уже невозможно Было Реставрировать Старые порядки И все закончилось Закономерно Сначала Грянул Фарсал В 48-м году До нашей Эрбита При Фарсале Где республиканцы Были разбиты Помпей потерпел Поражение Бежал в Египет И там был убит И голову Его прислали Цезарю в подарок Но Цезарь Через 4 года Получил В общем-то То же самое Рептильные сенаторы Сервильные И пальцем Не пошевелили Чтобы его защитить Когда кучка Кучка заговорщиков Да Те же самые сенаторы Все они были сенаторы Все они там были сенаторы Клодик, Этелина, Цезарь Оптиматы, Популяры Все были сенаторы Вот 15 марта 44-го года Цезарь убивают В Сенате Опять же В куре Помпея И окровавленное тело диктатора Падает к подножию Статуи Помпея Что тоже Само по себе символично То есть история Описала круг А дальше Последний раунд Гражданских войн 44-30-е годы Дана Шера Когда авторитету Сената Уже окончательно Приходит Конец При том, что Катон-младший Все-таки Какими бы он стандартами Не руководствовался В плен Цезарь он сдавать не захотел Хотя знал, что его помилуют Именно поэтому не захотел Что милость из рук диктатора Принять не могу И покончил с собой Он все-таки Свои принципы отстоял По высшей категории Да Цезарь он тут сдался Лидером Сенатской партии Становится Цицерон За неимением других Более активных И более авторитетных Лидеров И он со своей ролью Справился Неудачно Да, при том Недаром один из историков Заметил, что То, что Цицерон Стал во главе Сената Это признак его слабости Потому что Цицерон всю жизнь Мечтал, конечно Об этом Рисовал образ Идеального правителя Который, как две капли воды Напоминал Самого, что Вот такой Который советует Сенату И Сенат действует По его рекомендациям Ну, он немножко Поруководил Но когда Началась гражданская война Антоний Первоначально разбитый Вдруг увзял Да и объединился С Октавианом С сыном Приемном Цезаря С другим соратником Цезаря Лепедом И Сенату Уже противопоставить Нечего И тут уже На Сенат обрушилась Большая неприятность В виде вторых проскрипций Уже Гораздо более страшных Чем первые Проскрипции Это списки Где были Списки людей Которых можно было Убить без суда Там не сказано Что их надо убить Но можно За плату Причем Уже когда При втором Триумвирате У Лепеда Октавиана И Антония Их убивали Была гарантирована Анонимность Доносчикам Убийцам Там и так далее То есть Если участников Первых проскрипций В 60-е годы Преследовали То этих Никто и пальцем Уже не То есть это люди Лишенные огня и воды То есть поставленные Вне закона Правда Из-за того Что много народу Было внесено Проскрипции Ну понятно Много и спаслось Но убитых хватило Во всех случаях Тот же Цицерон был убит Доходило до того Что люди пережившие Первые проскрипции Кое-кто погибал Во вторые Вот Хотя были те Кто пережил И те и другие Но вот Верос Тот самый наместник Сицилии Осуждение которого Добился Цицерон Тоже был убит Как уверяли За роскошную коллекцию Вас Так что там Как говорится И тех и этих убивали А что касается Цицерона То с ним свели счеты Марк Антоний Который В общем-то Играл главную скрипку В этом сообществе Трех политиков Он Он был приемным сыном Да Марк Антоний Приемным сыном Видного Кателинарца Публиа Корнелия Лентула Суры Который был казнен С санкцией Цицерона И Антоний Потребовал От Активиана Чтобы ему выдали голову Цицерон А кроме того Еще Цицерон Несколько речей Произнес А именно 14 речей Направленных Против Антония Филиппики Филиппики Так называемые Самая пространная Вторая Она Наполнена руганью По адресу Антоний Как только Цицерон Не обзывает Антония Пьяница Развратник Архипират Спартак Гладиатор И так далее То есть там площадная ругань Ну и Октавиан Тоже в общем-то Чувствовал Что Цицерон С ним ведет Нечистую игру Потому что В письмах Цицерон говорил Что надо его Возвеличить А это слово Можно было поднимать По-разному Это возвеличить Это обожествить Это значит Что отправить на тот свет Ну и наверное Октавиан Который был Даже в молодости Очень неглупым человеком Наверняка это чувствовал В общем-то По-видимому Не особенно плакался Когда Цицерона зарезали Но когда он уже был Старым и Опытным Он увидел в руках Внука Трактация Цицерона Тот его спрятал Октавиан вытащил Трактат Долго его читал А потом сказал Ученый Ты был муж И горячо Любил свое отечество Намекая на то Что это Антоний Его зарезал Был этот эпизод Не был Но Октавиан Сделал так Что был Отрезанную голову Цицерона Привезли в подарок Антонию Одно время Это голова Красовалась на форуме На рострах На ораторской трибуне А потом украшал Обеденный стол Антония Тут надо вспомнить Получили доносчики Убийцы То, что ему причиталось Да В десятикратном размере Как гласит молва Якобы жена Цицерона Извиняюсь Антония Фульвия колола Цицерону язык Хотя технически Это почти невозможно Но самое Символичное Что дед Этого Антония Тоже Антоний Оратор Был убит По приказу Мария И его голова Согласно легенде Стояла на Сталеву Мария Так сказать Перекличка времен Довольно мрачная Ну а дальше уже началась Гражданская война Между Триумвирами Сенат, который сначала Опирался на Октавиана Оказался просто у разбитого Корыта Октавиана Его запросто предал Сочтя более выгодным Заключить союз с Антонием Ну а дальше уже стал вопрос Кто будет править И здесь Сенат уже В общем В принципе не спрашивали Здесь уже все решали Личности Так же, как, впрочем На протяжении всего Первого века До нашей эры На самом деле Все решали Конкретные личности Не совсем, конечно, так Но просто в условиях Когда, что называется Весы колеблются Любое Перышко Может изменить ситуацию Но уж когда Сильный человек Антонио Уж слишком подставлялся Он взял на себя Восточные провинции А ситуацией владел Тот, кто сидел в Италии В Риме Другое дело Сидеть в Италии Это значит Распределять земли Между ветеранами Работа крайне грязная И тяжелая Недаром началась Очередная гражданская война А на востоке была Клеопатра Вот в чем дело С Египтом Который кормил весь Рим Да Ну тогда еще Правда Тогда еще не кормил Но близко к тому Да Там еще и секст Помпеи на Сицилии Обосновался Который мешал Рим кормить То есть Италии было править тяжело Но тот, кто владел Италией Как выяснилось И владел всем Ой, конечно У Клеопатра было полно золота Но у него не было таких воинов И все-таки Италийские воины Превосходили воинов других И военные организации Их тоже Беда в том Что вот как на грех Воспользовавшись Всеми этими делами Парфяне взяли дотла Разграбили Большую часть Восточных провинций Единственный раз В римской истории Дошли даже до Малой Азии До Западной И вроде бы Богатые провинции Оказались разоренными Да еще их Брут и Кассий Перед тем Как сражаться С Антонием Актывианом Пограбили для своих Ну что В общем И тут плохо И там плохо Ну а дальше развязка Собственно К Антонию Убежали его Соратники Сенат вычистили Тут надо обратить Как убежали Актывиан сказал Что вот Кто хочет Пожалуйста Уезжайте 300 человек Оба консула уехали При желании Антоний мог сказать Вот Сенат меня поддерживает Но в Сенате Во-первых Уже было 300 человек Да ну где-то половина Да Вот Важно опять-таки Тот Сенат Который в Риме Вот Все-таки Рим Это центр империи А кто там Слоняется по углам Это никого не волнует Ну конечно Если бы Антоний Вдруг выиграл Конечно бы Выяснилось бы Что важнее тот Сенат Который у него был Но Антоний проиграл И Эти Сенаторы Конечно Потом Когда Антоний Стал терпеть поражение Они потихоньку Начали убегать обратно Самый знаменитый случай Это Домиция Агенобарб Знаменитый Политический деятель Представитель Знатной фамилии У Шекспира Правда он героически Кончается собой Но это Шекспир Сенат может было Уничтожать Сколько угодно Но люди попав В Сенат Все равно Начинали вести себя Так как сенаторы Прежние времена Они могли бы Сколько угодно Рабами Но все равно Без него Как-то не обойтись Казалось бы Что проще Разгони его Назначь своих людей Там госсовет И управляй себе спокойно Но сила традиции Необорима Какими бы там Трусами и рабами Они ни были И там Тиберия выходила Курия Якобы говоря На греческом языке О люди Созданные для рабства Но все равно Этих людей От них не избавишься Семь заговоров было Как минимум Вот после всех Трех чисток И тем не менее Семь заговоров Да они какие-то Беззубые были Эти заговоры Все разоблачены То есть ничего Эти заговорщики Организовать не сумели Ничего не показали Абсолютно И тем не менее Все-таки была оппозиция То есть были Какие-то подметные письма Крамольные речи Вот Памфлеты Но Октавиан Он просто был умный человек Понимаете Он вовремя Осознал Что с жестокостью Надо завязывать Нужно дать стабильность Обществу Да И вот описывает Цены Ко случай Что он вызвал Одного из лидеров Заговоров Цены И говорит Ну вот убьешь ты меня Что ты добьешься Собственно говоря И даже потом Его сделал консулом Судьбы по-разному Складывались на самом деле Ну вот парадокс Что сенат вроде бы никто И уже ничего сделать не мог А все равно Вот с традицией Считаться надо Но тут надо Последнюю ремарку Сделать Было не только в том Что там произошло Падение нравов Сенат технически Не мог управлять Такой страной Расширяя себя Рим как бы готовил Себя к самолазию Это самая главная проблема Еще Момзан говорил Крупнейший римский историк Немецкий историк Древнего Рима Что в общем Рим взорвал себя Расширением границ Понятно Что чем дальше Военачальники были от Рима Тем они себя Более независимо чувствовали Одни спокойно возвращались Рима Слагали полномочия Как лукул и метелпи А другие как Цезарь Лисул Все как-то себя Более независимо чувствовали Ну как говорится Критическая масса Была достигнута И преодолена И что должно было Свершиться То и свершилось Кстати ведь Все римляне Совершенно спокойно Восприняли Приход к власти Одного человека Под благоведным предлогом Он был магистрат Первый среди равных Он официально объявил О восстановлении республики О даровании свободы И всех это устроил Внешний декорум Стабильность Спокойствие Порядок Дисциплина Война закончилась Воцарился мир Что еще надо И все эти войны бесконечные Гражданские смуты Они произвели Естественные Или может быть Противоестественные Но отбор Все лучшие погибли То есть самые принципиальные Активные Доблестные Добродетельные Такие как Катон Младшие Решительные Их поубивали Либо они покончили с собой Остались Самые сервильные Те которые Готовы были приспосабливаться И один из них Мунаций Планк Дошел до такого сервилизма Что предложил Октавиану Присвоить от имени Сената Совершенно Неслыханное Звание Аугустус Что означает Примерно Возвеличенный Богами Священный Это было что-то Неслыханное Тем не менее Такое звание Присвоили И это тоже была заслуга Выродившегося Сената Большое вам спасибо За интересный разговор С вами Уважаемые зрители Мы Вскоре увидимся Снова На нашем канале Где мы будем Путешествовать В истории В поисках Истины До встречи Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова